Хе-хе-хе-хе-хе, как дурачок. Ха-ха-ха, я ж знал, я знал, Манитасина. Застёжка римского легионера, вот видали, да? А если домой приходит жена или девушка, чуток, оп-оп, навеселей под шоссе, то... Ха-ха-ха, умение не пропьёт. Я же говорил, золота, смотрите, рубль Николая просто боком лежит. Привет, друзья, вы на канале в поисках золота и старины, рад, что зашли в гости. Сегодня мы с вами будем чего? Ха-ха-ха, правильно вы поняли, будем копать. Хотя на моём канале есть ещё обзоры по находкам, кто чего нашёл и почём продал, и разных интересных штуках. Всё для того, чтобы вам было интереснее. Но сегодня мы с вами копаем, точнее, попытаемся. У нас на дворе сейчас осень, когда ролик выйдет, не знаю. Приехал на одно интересное поле, находочки здесь были. И серебришка была, и монетки интересные, но вспашка грубая, такие глыбы, как слон. Не знаю, насколько хватит моей ноги, точнее колена. Походим, посмотрим, а потом приедем. Знаю, есть ещё одно поле, там была поскромнее, но там ходить лучше. Так что, как повезёт. Много говорить не буду. Пойдёмте. На дворе ветер, но у меня пузо большое, рожа большая. Я буду прятаться и закрывать, чтобы вам не мешало. Солнышко выходит, а с утра был туман. И так, прохладно, но куртку я взял. Так что, пойдёмте, чтобы не приехала какая-нибудь вражина и нас не прогнала. Потому что здесь гоняют. Поехали. Фух, ходить очень тяжело. Первый сигнальчик. Что можно показать? Пуля. Какая-то старая пуля. Есть народная примета. Я уже говорил, лучше носить пулю в кармане, чем в печени. Ну что, продолжим? Согласитесь, примета очень хорошая. Туман ещё не расселся. Был второй сигнальчик, похожий на советы. Вот, с этой ямки. Бросил раз. И вот наша калоша. Пуговка. Интересная, такие четыре дырочки. Как пятачок. Ну чего, пуговка? Так пуговка. Вечь-то античная. Заберём в карман. Продолжим. Коленка пока ещё. Молчит. Светные сигналы есть, но всё не то и не так. Покажу. Вот первый. В чьих-то следах. Мечта. Чуток разровняем. Ага, вот вижу. Ха-ха-ха. Монета. Вы всё видели? Смотрите. Фух. Чуток устал. А что это у нас такое по размерам? Наверное, две копеечки. Just a moment. Нет, друзья. Это одна копеечка. Красотулька ранних советов. Два четвёртого СССР. Та, что с меди. Походу живая. Первая монитотина. Трум. Всё. Начало положено. Ну, хочется империю. Будем ещё здесь кружить. Уже чуток, конечно, коленка побаливает, но всё же. Одна копейка ранних советов 1924 года. Для материал монеты медь. Вес 3,27 грамма. Диаметр 21,3 миллиметра. Толщина 1,2. Состояние как бы неплохое, но патина не очень. В таком состоянии можно попросить гривен 10. Но дадут ли это вопрос? Это у нас 37 центов. Или 22 рубля. Тац-тац. Смотрите. Сигнал, конечно, не мечта. Но радует то, что он уже есть. Сейчас проверим. Рубль Николая. Просто боком лежит. Что, не верите? Смотрите. Ну, так бьёт. Совет гильза. Золото. Ну и где ты? Загадочный сигнал-то. Опа. Я же говорил, золото. Смотрите, какой цвет жёлтый. Иди к папочке. Что это у нас? Двушка. 31 года. Зато какая красивая. Красотуля. Тац-тац. Тац-тац. Кружим. Монитосина. Тац-та-ра-ра. Тац-тац-тац. Смотрите. Вот там я вырыл 2 копейки. А вот здесь. Антика. Это. Застёжка римского легионера. Вот. Видали, да? Хоп. Бронзовая. Античная бронза. Красота. Заберём. Люблю такие разные штучки. И побегаем тут. Такой будет кабанец. Тынь-дынь-дынь-дынь. По полю. Ха-ха-ха. Ха-ха. Знаете? В жизни говорят. И есть 3 вещи, на которые можно смотреть или слушать вечно. Первая. Это когда на сковородке жарится мясо. Ой. Коленка. Вторая. Это слово отпуск, отпуск, отпуск. Можно слушать вечно. И третья вещь. Как звучит звездной сигнал на приборе. Монетный. Где он делся? Был же. Может быть с мусором. А может быть уже... И не сигнал. С одной рукой... А, вот видите? Кусочек. Так нет, ещё один. Ха-ха. Умение не пропьёшь. Вот видите, один был. Этот похож на монета, а тот нет. Ну где ты, покажись. Ну, может быть, конечно, такой же, как и это. Обломочек. Видите, вот такая вот жбонь. Бьёт как... О, в руке. Этот волнующий момент. Здесь ещё... Опа-на! Ха-ха-ха! Я ж знал! Я знал! Монетатина! Какая большая! Должна быть империя! Ну... Или попа. Длинноногая, пышногрудая блондинки. Так, сейчас. А, нет. Это трояк. Медный. Ранних советов. Два четвёртого, наверное. Ну, здесь не тёр. Гурт, походу, гладкий. Не раритет. Ну, какая разлезал! Какая монитосина, а! Как рожа у меня! Шайба! Шайба! Хе-хе! В карман и продолжим. Проверяйте всегда сигналы. Видели, как было? Три копейки ранних советов 1924 года. Какая шайба? Гурт, гладкий. Тираж. 101 миллион 282 тысячи штук. Материал медь. Вес 9,8 грамма. Диаметр 27,7 миллиметра. Толщина 2,1. Такая большая. Но в нашем состоянии, увы, цены не имеет. Лучше продавать кучкой. Некоторые из вас говорили, верю я в народные приметы. Конечно же верю. Их же народ придумал за сотни лет. Что-что, а они точно работают. Например, проверенная народная примета. Если у вас хорошая зарплата и нормальный начальник, значит в вашей жизни будет все хорошо. Проверена. Сигнал похож. Ну, на советик похож. На золото похож. Хотя честно, я здесь за все время сколько советов не находил. Как сегодня. Наверное, сказывается кризис. И дедуля рассчитывается советами. Ну, где ты? Да чтоб тебе. Не, это будет вечность. Сейчас найду и покажу. А вот она, смотрите. Красиво упала. Ну, это, по всей видимости, не золото. Опять двундель. 27-го года. О, это красивая. Хорошие здесь советики. У нас убитые. Ха, тоже 31-й год. Нет, это не та же. Не та же. У меня есть видеодоказательства. Покажу в конце. Хочется империю. Если здесь найдем, поедем на другое место. Там точно было проверено. Две копейки ранних советов. Но какие красивые. 1931-го года. Гурт рубчатый. А вот тираж такой монеты. 99 миллионов 520 тысяч штук. Материал алюминиевая бронза. Вес 2 грамма. Диаметр 18 миллиметров. Толщина 1,1. Хотя монетка в неплохом состоянии. Но у нас они очень недорогие. Можно попробовать попросить гривен 5. Это 19 центов. Или 11 рублей. Но вряд ли дадут. Лучше кучкой. Ха-ха, мы его нашли. Смотрите. Опа, опа, опа. У соседки красивая. Прическа. Тра-та-та. Как бы не покоцать. Хотя нашел уже два таких сигнала. И были внутренности из баяна. Покажу. Какой-то большой баян. Порвал баянист. Так сказать, мехал хлам. Ну что, выкопали? Или нет? Где-то здесь. Мониторина тут, а здесь. Выходи. По-хорошему. Тебе будет у меня хорошо. Я тебя почищу. Людям покажу. У меня ведь на канале самые лучшие подписчики на всем ютубе. Ну и где? Видали? Стеснительная какая. Вот такие моменты. Жалею, что нет пина. Уже хрюкает. Уже как не монета. А давайте я найду и покажу. А нет, и не искал. Смотрите, вот. Увидел глазами. Видите? Гурт. Ха-ха. Мониторина. Что-то у нас. Ой, не туда смотрю. Ну, по размерам двундель Александра. Но все же. Секунду. Ух. Ха-ха. Смотрите, две копейки. Но присмотритесь. СПБ. Класс. Ха-ха. Раритет. У меня такой еще нет. Прям поэт. Ха-ха. Это же надо. СПБ. Она подороже, чем обычная. Не буду тереть. Чтобы грязь не разводить. Вот, видите? Не ЕМ, как всегда. А СПБ. Эта сторона шикарная. Ха-ха-ха. Ту-ду-ду-ду. 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 Ха-ха-ха. Ай, класс. Коп удался. Поздравьте меня. Поздравьте. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Ха-ха. Кружим. Чистил очень аккуратно. И смотрите, чего у нас получилось. Две копейки 1811 года. СПБ. ПС. А если бы была МК, была бы подороже. Гурт. Гладкий. Тираж. 55 миллионов 550 тысяч штук. Метериал медь. Вес. 13,65 грамма. Диаметр 30. В таком состоянии можно попросить гривен 40. Это у нас полтора доллара или 87 рублей. Но я не продам ни за что. Это же раритет. Первая за пять лет. Уехал я, друзья, оттуда, потому что коленка уже бобо. За три и чуток часа мы с вами там подняли четыре монетки. Ну, для наших мест нормально. Переедем на другое место, может быть. Вот ехал за мной в поле. Успашка такая, мол, чуток лучше. И есть холмик. Сейчас мы там пробежимся. Думаю, здесь ходили уже, но грех не стать. Да, народная мудрость, так сказать, примета. Если приходит домой мужик или парень чуток подуставший, то это к большому скандалу. А если домой приходит жена или девушка чуток оп-оп навеселее под шоссе, то это к очень веселому вечеру и феерическим ощущениям. Кто считает, что это так, а может быть кто-то проверял, напишите. Да, это правда. Пойдемте проверим домик. Дом у нас вот такой. Вот одно пятно. Стоять, буян. А вон второй. Но осколков много. И следов много. Первый более-менее. Сигнал. Копал отсюда. Был не глубоко. Выкопал. Проверим. Так бьет советик. О, вода. 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 Смотрите. Может быть ладанка. Ой. Не знаю, какой-то кругляшок. Какая-то накладочка. Может быть скакарды. Римского легионера. Кто его знает, кто знает, подскажите. Интересная штука. Заберу. Еще мы тут покружим. Хотя честно, вот по такому ходить намного лучше, чем там. Так что мы тут побегаем, побегаем, трусой. Ой-ой. Ой-ой. Посмотрел я, друзья, в интернете. И таки да, это кокарда Рия. У меня такая штука впервые. А я думал, какая-то накладка. Хотя подозревал, потому что где-то когда-то видел. Но по цене не подскажу. Увы, не знаю. Если кто знает, подскажите. Не думаю, что очень дорого. Но дело не в цене. Такая эпичная штука. Смотрите, даже следы позолоты остались. Если кто чего знает, подскажите. А вон там мы с вами выкопали ту штуку. У меня будет кокарда. И вот сигнальчик. Ой, ветер. Достаточно стабильный. Ха-ха, какая-то штука. Да, неинтересно. Но цветмет, если такое пропускает, может где-то и монитосина нас ждет. Ищем. Смотрите, вот я шел. Видите, вот следы. А вот с другой стороны возвращаюсь. И вот он. Ах, какая песня для ушей. Да ушей. О, где? Вот здесь. Сверху был. Даже если алюминий. Покажу. В комке. Ха-ха. Где ты, загадочный чистый сигнал? Опа-на, монета. Ха-ха-ха-ха. Толстенькая. По размерам... Убиенная. Хе-хе. Походу, копейка. Николая и Александра. Сейчас, секунду. Она самая одна копейка 1851 года. Смотрите, как страшно с этой стороны. Куприк на нее напал. Ну, мы почистим и посмотрим. Но уверен, что вот под этими вот наростами будут раковины. Ну, как по ней, лучше раковины, чем наросты. Почистим обязательно. Монитосину. В карманчик. В карманчик. Кружим. Одна копейка 1851 года. Е-М. Это у нас Николай I. Материал монет имеет вес 5,12 грамма. Диаметр 22,7 миллиметра. Монетка была потеряна в очень неплохом состоянии. Но куприк не оставил ей никаких шансов. Вон какие раковины получились. Но в таком состоянии, увы, бесценно. Лучше кучкой. Все, друзья. Последнее поле на сегодня. Вот здесь Google показывает, чего-то было. И три пятна у нас на той стороне. Ну, я так подозреваю, что и вот это были дома. Вот видите. Это крапива. Она всегда растет на домовых ямах. Но здесь большая трава. Вот здесь походим. Еще пару часиков у меня есть. И все. И домой. Хотя по такому ходить лучше, чем потому, что мы с вами лазили. Пойдем. Первый дом нашел. Вот. Один хоум. Вот я стою на втором. Было три сигнала. Два снимал. Оказался алюминий. А вот третий кругляшок. По всей видимости пуговка. Та, что я называю летающая тарелка. Вот видите, если вот так вот она похожа на летающую тарелку. Мяу. Некоторые говорят, что это немецкие пуги. Они стоят денег. Не знаю. У меня это летающая тарелка. Мяу. Хе-хе. Кружим. Вот по такому, друзья, можно ходить целый день. До позднего вечера Вот был сигнальчик, но был никакой Здесь их много, не снимал, если честно Разровнял, ногой пнул И вот Ну, на терке было 20 Значит, это совет Сегодня у меня день 2 копеек Just a moment Ну, увы Это как Алик Вот видно серп и молот Кто-то ее залюбил до смерти Все равно, заберем Нашел я и второй домик Вот он И третий дальше, но тут уже кроты порыли Кроты, кто? Мародеры Был сигнал, ну, такой Надо проверить Вот видите, кто-то здесь копал А вот здесь сигнал Сейчас выкопаю и посмотрю Яму какую разрыл-то, слева-то, справа Полетел вот сюда Конина С потерями Не потерянная конина А конина с потерями Что такое конина? Это украшение конской упражи Цепляли на коня И был конь тюнингованный Красавец Походим еще Вот здесь Ну что, друзья На сегодня все Честно устал Понимаю, некоторые скажут Да что ты за Да, кто-то что Ничего нормального не нашел Я вот потратил полчаса жизни Смотря твое голимое видео Согласен, такие люди будут Таким я отвечаю Вы поднимите свою толстую волосатую опусть дивана И пойдите сами чего-нибудь найдите Только крошки, чипсов и сухариков на вашем диване не в счет Пойдите на поле, где вот такие вот глыбы 6 часов Походите, накатайте, так сказать, вояж в 70 километров Это не дешево И найдите чего-нибудь Покажите мне Хроничному неудачнику И таким, как я Как надо копать рубли Декатерины Ну, или Елизаветы Ну, можно и Петра А у нас вот так У нас места не логатые Чтобы найти пару монитосинок Надо Впереди планеты всей Полдня Я доволен Почему доволен? Вот те две копейки Я смотрел уже Они, конечно, чуток цокнутые И сзаду потертые Но все равно Они лучше, чем мои В миллион тысяч Раз такого числа нет Но я довольный Так что вот как-то вот так Да, друзья, хотят спросить Может быть у кого-то есть термос? Не, дарить мне не надо Ну, проверенный термос Который держит, ну, хотя бы 2 часа Или 3 часа Если туда налить кипяток Чтобы он хотя бы был теплый Не комнатной температуры Хочу себе термос Потому что Будут холода Не знаю, когда это видео выйдет Может уже зимой Может, весной Не важно И хочу с собой кофеек Или чаек возить А вот смотрел Там у знакомых есть Но оно все как Оттуда налил Доехало Оно уже Мадеин чайно не рулит Может быть, конечно Есть какие-то хорошие Ну, если у кого-то есть Посоветуйте Можно ссылочкой Можно названием Я потом найду Да Если у вас есть какие-то Замечания Пожелания Пишите Все обсудим Если есть даже Предложения Тоже пишите Поговорить я люблю Лучше всего Писать мне ВК Я там часто ВК работает Одноклассники С трудом А вот ВК я захожу Отвечаю всем Даже на гадости Людей-то жизнь обидела Им надо ответить По традиции Я все время Вам чего-то желаю Давайте Сегодня Чтобы не повторяться Пожелаю вам Стойкости Да, друзья Стойкости В нашей Нелегкой жизни И старайтесь Вот в нашей Такой жизни Видеть не только Серое Потому что Это угнетает Это в итоге Вас съест Проверено Старайтесь Видеть Все В разноцветных Цветах Находите Во всем Хотя бы Маленькие Но радости Это веселит А если У вас все Вот так вот Достало Все валится С рук Забейте На все И отдохните Каждый Отдыхает По-своему Можете Большой Банкой морожен Перед телевизором И Титаником И важно Перед чем Перед мультфильмами Симпсоны Я люблю Симпсоны Просто Отдохните Так сказать Делайте себе Перезагрузку Честно Оно Потом Становится Легче А если Себя Вот так Давить 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 Да можно Просто Знаете Как сказать Сгореть На работе Я сейчас Не только о работе Просто Нашей жизни Бывает Все как Навалится Особенно Вот в такую Погоду Все как-то Так что Ищите Маленькие Но радости Чаще Улыбайтесь Я почему Все время Как дурачок Потому что Слышал Что если Часто улыбаться Можно прожить Дольше Так что Я буду жить Вечно Чего и вам желаю До встречи на канале Пока-пока А по доходкам У нас Вот так Вот Вот это Все Неоправданные Надежды Било Конечно Красиво Вот Какая Большая Гармошка Была Но Увы Думал Действительно Монета Снимал Радовался Как Ну вы поняли Кто Да Но Вырежу А вот Наши монетки Вот Красавица Две копейки СПБ Триундель Вот Квазимода Или Модо Почистим Вот Три монетки По две копейки Видите Вот Две Тридцать первого года Одна Ничего Будет стоять Чудок денег Это что у нас Одна копейка Два четвертого А вот это НЛО Пуля Я в пулях Ноль Не знаю Что это Канина И вот это Я не знаю Накладка То ли кокарда То ли если кто-то знает Подскажите Вот так мы сегодня С вами покопали Если общий результат То еще и неплохо А Вот еще и Рим Земля не потеряли Знаете Чего хочу Хочу Мороженого С пол ведерка Чтобы шоколадное И у меня есть дома Домашнее Сгущённое Молоко Да-да Сейчас приеду И забабахаю Согласен Для моей рожи Это плохо Но почему-то Хочется Ах Мороженое 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 Продолжение следует...